Дорогие друзья, здравствуйте! Дорогие друзья, здравствуйте! Без гаджетов, без компьютера, без интернета. Мы просто не представляем своей жизни. И мы взрослые являемся как образцом, как примером того, насколько интернет может облегчить жизнь и насколько там бывает интересно. Потому что мы практически все сейчас живем, не отрывая своих глаз от мониторов телефонов, гаджетов, планшетов и так далее. А что же делать тогда детям? Конечно, они нас копируют и, конечно же, они понимают, что в интернете можно найти абсолютно все и переместиться в любую точку земного шара и даже в космос. И получить огромное количество информации в сжатом виде, применить ее, сэкономить при этом время, получить образование в любой тоже точке мира онлайн. Поэтому мне кажется, что отучать не нужно. Но я понимаю, что я рассуждаю как обыватель. И у вас, как у врача, как у специалиста, который видит детей, подростков у себя в кабинете, наверняка другое мнение. Хочу сразу сказать, что я тоже не противник гаджетов, потому что современный мир, он так устроен, что мы и учимся онлайн, и работать можем онлайн, и изучаем языки. И, как вы сказали, все-все-все у нас есть в виртуальном мире. Но наряду с такой несомненной пользой, конечно же, имеется огромный вред, и длительное бессистемное пребывание в виртуальном мире может сформировать компьютерную зависимость. И как раз-таки дети, ввиду освоения крепшей психики, они более подвержены этому состоянию. Когда задают вопрос, существует ли такая болезнь, как компьютерная зависимость, то да, существует. И приведены уже различные научные исследования, которые доказывают, что такая болезнь есть, и она действительно требует хорошей диагностики и лечения. А как тогда понять, что у тебя уже где-то на грани, да, или ты еще можешь, в общем-то, поразвлекаться с гаджетом подольше, или тебе уже пора задуматься о том, чтобы как-то сделать, как это называется, интернет-экологии, или как это? Информационный детокс. Да, гигиена, да? Гигиена должна быть, да. Хочу сказать, что я сама проводила научное исследование, опрашивала школьников, детей с 5 по 11 класс. Это была общеобразовательная школа нашего города. И одним из самых главных критериев формирования зависимости является бессистемное длительное пребывание в виртуальном мире. Это от 4 и более часов именно личного времени. То есть если ребенок, особенно вот когда у нас была тяжелая эпидемиологическая обстановка в стране, если ребенок учился онлайн, сидел в компьютере, в телефоне, то это время его нельзя было учитывать. Здесь мы смотрим только на то, чем ребенок занимается в интернете. Если он там листает соцсети, смотрит какие-то фильмы, передачи, там, видеоблогеров или играет, что-то, что касается именно личного, то не более 4 часов, но опять же в зависимости от возраста. И по данным этого исследования было выявлено, что 20% учащихся, они предрасположены к формированию зависимости. Поэтому самое главное, что мы должны делать, это отслеживать количество времени. А на что ребенка можно отвлечь от гаджета? Ведь в гаджете, там, в телефоне, да, он сидит, общается со сверстниками, да, там, тот же WhatsApp, да, Telegram, он сидит, переписывается, он тоже что-то же узнает, это же тоже общение, да, он как-то сверяется. Может быть, не знаю, обсуждают они какие-то интересные вещи, и встретиться, например, им сложно. Например, там, его, там, друг живет в другом городе или в другом конце города. На что его можно тогда отвлечь, что ему будет интереснее? Я всегда рекомендую родителям, что если вы забираете у ребенка телефон или вы ограничиваете, то найдите какую-то альтернативу. Дети, они сами по себе очень активные, подвижные, у них много энергии, им нужно ее куда-то девать. Поэтому важно проводить время в кругу семьи, общаться. Даже если ребенок общается в различных, там, соцсетях, не должно быть полное замещение реального общения. Потому что со временем человек, он перестает общаться в реальном мире. Ему сложно формировать, формулировать свою мысль, у него даже может уменьшаться словарный запас. Он делает какие-то странные паузы, может вообще казаться со стороны каким-то немножечко таким, ну, странноватым, необычным. А он просто долго обдумывает каждую свою мысль. Потому что в виртуальном мире это сделать намного легче. Мы можем написать сообщение, что-то там не так стереть или вообще отправить, потом отменить эту отправку. В виртуальном мире намного легче общаться. Но реальное общение, оно должно быть, поэтому родители должны подумать над тем, чем ребенок будет занят в свободное время. Это могут быть различные кружки, секции. Вечером проводить время вместе, играть в настольные игры, читать книги. Если смотрите какие-то фильмы, мультфильмы, то желательно пересказывать или спрашивать у ребенка его мнение, что он думает о том или ином персонаже. Тоже фильмы, это же тоже может быть, да, вот там в интернете, да, где-то с планшета там вместе смотреть. Просто мне кажется, что сами взрослые, мы сейчас уже как будто бы сами разучились разговаривать и сами разучились общаться вот очно, вживую. Мы тоже очень много времени проводим вот именно в соцсетях, да, и даже, мне кажется, уже это там, например, не тип личности, то, что человек больше любит проводить сам с собой, да, время. Это интроверты, да, а уже это просто такой вот, ну, приобретенный навык людей, потому что, ну, как-то мы уже привыкли так, и так проще как будто бы. И может быть тогда для детей, которые сейчас, да, это нынешнее поколение, для них это не мавитон, когда они не могут вслух какую-то мысль свою сказать и как-то донести ее. Они не считают, что это плохо. Нет, ну, человек — это существо социальное, поэтому мы все равно должны общаться, общение реальное, оно должно быть. В интернете, конечно, намного легче не только в плане переписок, там ты можешь казаться более привлекательным за счет различных фильтров в соцсетях, ты можешь прочитать любую информацию и блеснуть вот новыми знаниями, но можно даже представиться кем угодно, завести там страничку и сказать, что я там какой-нибудь великий спортсмен, поэт, писатель. Но на самом деле это не так, поэтому очень важно разграничивать реальную и виртуальную жизнь. Ну вот, да, тоже то, что касается виртуальной жизни, да, мы как раз до эфира разговаривали. Вот лично я сама освою фотошоп, да, я уже не хочу вообще свои фотографии реальные смотреть. Я понимаю, конечно, что есть разница о том, как выгляжу я в реальной жизни, как я выгляжу в соцсетях, где я свои фотографии выставляю. Но мне кажется, так бережнее к тем людям, которые там в ленте потом смотрят, потому что там выглядишь ты точно лучше. Но я, конечно, разграничиваю. Я понимаю, что там это так, а в жизни это по-другому. У детей тогда эта грань, она может стираться, да, чем это чревато? Это может приводить даже к проблемам с самооценкой, когда ты видишь себя постоянно красиво в интернете за счёт фильтров, за счёт фотошопа, там различных фоторедакторов. Ты привыкаешь к тому, что ты вот так вот именно выглядишь, что ты там хорошенький, симпатичный. А в реальной жизни у нас у каждого есть какие-то изъяны, и человек, он отказывается себя воспринимать вот таким, и это возникают даже проблемы с самооценкой. И часто пациенты такие приходят на приём к психотерапевту как раз-таки с запросом проработать ту проблему, что я себя не принимаю таким, какой я есть. Это вот как раз-таки дети, да, ваши пациенты, подростки? Это в основном подростки, да, начиная от 13 лет. И это же может приводить даже к тревожным расстройствам, иногда вплоть до депрессии. А как помочь таким детям? Что происходит с вашей стороны, как вы эту ситуацию? Здесь сначала мы выясняем, в чём причина того, что ребёнок бежит в виртуальный мир. Это часто бывает именно таким своеобразным побегом. Когда у ребёнка имеются какие-то проблемы в школе, проблемы с родителями, может быть, там, проблемы со сверстниками, он не хочет воспринимать ту реальность, которая у него есть, и он уходит в соцсети, уходит в компьютерные игры, различные там видеоигры. Поэтому нужно обязательно выяснить, в чём же причина. Иногда бывает, что первостепенно у нас как раз-таки тревожное расстройство либо депрессивное расстройство, а уже потом компьютерная зависимость. Ну, конечно, бывает и наоборот. Вот компьютерная зависимость, она тоже может формировать тревожно-депрессивные патологии. А как ребёнку выбраться-то, самому подростку? Вот он пришёл и говорит, не принимаю себя. Вот там могло же так произойти, что кто-то его не узнал, да, даже с тех фотографий, которые он публикует в соцсетях, в своём аккаунте, и, например, там, в жизни. Ну, что там мог сказать человек, да, посторонний, что там как-то о внешности отозваться. Конечно, это ранит в подростковом возрасте. Ну, наверное, это всегда ранит, но в подростковом особенно. А как ребёнок-то может выйти на поверхность, как он может себя принять вот такого, какой он есть, и, может быть, там запустить уже реальные фотографии? Ну, это всегда очень длительная работа с психологом, с психотерапевтом, со стороны психиатра. Мы обязательно проводим тесты и на компьютерную зависимость, на тревогу, на депрессию. Если по двум последним шкалам всё хорошо, у ребёночка нет никакой депрессии, то мы рекомендуем обратиться к психологам, к психотерапевтам и обязательно проводим ещё работу с родителями. Бывает так, что родители тоже могут словом ранить, даже не означая этого самого нежелая, но могут сказать какое-то обидное слово, а подросток очень резко это всё воспринимает. Поэтому всегда родителям говорим, что следите за тем, что вы говорите, и напоминайте ребёнку о том, что он у вас лучший, что он у вас всего добьётся. Ну и, конечно же, большая работа вот именно с моей стороны проводится также с педагогами, с учителями, потому что иногда бывают такие психотравмирующие ситуации и в школе. Наверняка многие из нас сталкивались с такой фразой, что кем ты станешь, когда вырастешь, ты ничего не добьёшься, у тебя ничего не получится, это тоже всегда очень травмирует. Поэтому тема самооценки, она такая обширная, она требует комплексного подхода и со стороны врачей, и со стороны психологов. Но чтобы вот в эту проблему не уйти с головой, прежде всего нужно заниматься профилактикой тревожно-депрессивных расстройств и компьютерной зависимости. Вообще, как вот нам научиться принимать себя, чтобы не оценивать, да не сравнивать с другими? Это же, мне кажется, проблема не только подростков, но и взрослых людей. Мы же как-то стараемся всё равно себя приблизить к какому-то идеалу, да? А почему бы просто не принять себя таким, какой ты есть, не идеальным, оставить в покое, не знаю, не измываться над своим телом в спортзале, да? То есть в удовольствие позанимался, и всё без вот этого фобии, чтобы у тебя были кубики, например, как-то попроще относиться к себе. Почему мы так не умеем? В основном же мы всё-таки и других мы ведь также характеризуем и оцениваем, да? Ну здесь опять же большое влияние оказывают соцсети. Я думаю, что вы со мной согласитесь с тем, что там всё красиво, там совсем другая картинка, все симпатичные, все худенькие, все успешные, и очень много говорят про успешный успех, про то, что ты должен работать, ты должен там, ну понятно, что мы все работаем, да, но ты должен работать на износ 24 на 7, ты должен чего-то добиваться, чуть ли уже не в 18 лет заработать свой первый миллион. И особенно подростки, ну и даже взрослые люди, которые обладают таким тревожно-мнительным характером, они могут воспринимать это всё на свой личный счёт и даже сравнивать себя там с какими-нибудь популярными блогерами, вот почему она такая красивая и худая, у неё такой муж хороший, а у меня вот в жизни всё не так, и от этого возникают даже внутрисемейные конфликты и проблемы. Поэтому этому состоянию есть определённое название в психологии, ну вот это тоже очень такая большая проблема, когда мы идеализируем каких-то популярных, знаменитых людей и при этом занижаем свою самоценность. Этого делать ни в коем случае не стоит, нужно принимать себя таким, какой ты есть, но это бывает очень сложно. И проблема у каждого здесь своя, у каждого, у кого есть проблемы с самооценкой, как правило, имеется какое-то глубинное убеждение, с которым нужно работать, и прорабатывается это всё в личной психотерапии. Может, отсюда и такое желание уйти из реального мира, вот в этот виртуальный, да, потому что там ты такой, каким ты себя придумал, каким ты себя отождествил, да, с каким-то там любимым героем или актёром, то есть там ты можешь, в принципе, вот в этой иллюзии пребывать очень долго. И не возвращаясь в реальность, ты можешь вообще в это поверить на 100%, что всё так. Поэтому, может быть, и не хочется общаться с людьми, которые возьмут тебе зло, что-то скажут, укажут на какой-то твой недостаток, увидят его, да, сделают видимым. Такое очень часто бывает, особенно, вот опять же, среди подростков, это наиболее уязвимая категория лиц, ввиду и неокрепшей психики, и гормональной перестройки организма. Такое бывает очень часто. Ну и, в общем-то, это же тоже пробережное отношение к себе сейчас. Немало людей, которые не подростки, и там не дети, да, а взрослые люди, которые ограничивают свой круг общения, которые хотят его сделать меньше намного, чтобы не травмировать себя. Ну, в таком случае, если мы ограничиваем себя от тех людей, которые нам как-то неприятны, это, конечно же, забота о себе. Но бывают такие случаи, когда человек вообще отказывается от реального общения, он заводит себе... Могу рассказать такой пример. У меня был мальчик, ему было 13 лет, и вот он завёл себе аккаунт в соцсетях, где он представился знаменитым таким футболистом, не за другого человека себя выдавал, а говорил о том, что вот я такой успешный, я уже многого достиг, и скоро я буду играть в премьер-лиге. В школе у него были серьёзные проблемы с одноклассниками, его обижали, его открыто травили, на это особо никто не обращал внимания, и поэтому он бежал в этот виртуальный мир, где он такой вот успешный спортсмен, где ему писали, где его восхваляли, где у него были обработанные фотографии, и не было никаких изъянов. Конечно же, здесь идёт такое серьёзное замещение реальной жизни, и это всегда приводит к более серьёзным проблемам, вплоть до депрессии у него. Потом мы выявили депрессивное состояние, и он длительное время получал терапию. Да, потому что ему же всё равно придётся выходить в социум, как-то общаться, и в какую-то уже, не знаю, другую компанию людей входить, потом, закончив школу, идти дальше, и будет страшно уже очень. Страшно, да, потому что он со временем вообще растеряет эту способность общаться в реальном мире, и бывает даже такое, что такие дети, они становятся очень озлобленными, они не любят других людей, сложно выстраивать контакты, ну и они полностью замыкаются в себе и погружены в этот виртуальный мир. Даже ведь, возможно, это одна из причин, когда они решают физически уйти из этого мира, потому что страшно туда возвращаться. Да, по поводу суицидов у нас тоже достаточно печальная статистика в стране, и одним из главных критериев суицидального поведения это депрессия. И даже есть такое правило, что чем дольше человек находится в депрессивном состоянии, тем выше риск суицидального поведения. На это тоже мы уделяем большое внимание, и по этому поводу тоже проводим часто профилактические беседы, лекции, ну и тренинги различные. У вас есть вообще очень хорошая возможность для людей, которые хотят пополнить информационный свой багаж относительно своего психического здоровья. У вас есть и лекции, и курсы, и очные, и онлайн. Поэтому я думаю, что вы хорошо помогаете не только своим пациентам, но и людям вообще. И как родителям, например, и мы сегодня говорим о подростках, о детях, как вот этот момент не упустить, когда ребёнок уже больше туда, в виртуальный мир ушёл, нежели остался в реальном. Они как могут сами это понять? Потому что ведь они могут даже не знать о таких аккаунтах, о существовании таких аккаунтов своего ребёнка. Существуют определённые симптомы компьютерной зависимости, которые необходимо знать. Прежде всего, это большое количество времени, которое ребёнок проводит в виртуальном мире. Дети от 3 до 7 лет рекомендуемое количество времени это 30 минут в день. Дети 7-10 лет это 30-50, но максимум час. И дети от 10 до 18 лет это где-то в пределах 3-4 часов. Нужно отслеживать, смотреть на ребёнка, как он себя ведёт. Если он постоянно ходит с телефоном в руке, то это уже тоже такой тревожный звоночек. Затем появляются различные эмоциональные нарушения, появляется тревожность в том случае, если нет возможности взять телефон и выйти в интернет. Появляется раздражительность, когда запрещают пользоваться гаджетом. Ну и другие физиологические, физические симптомы. Мы, конечно, об этом ещё поговорим после рекламы короткой. Дорогие слушатели и зрители, оставайтесь вместе с нами, продолжим говорить о компьютерной зависимости вместе с сегодняшней гостью Юлией Касьяновой, врачом-психиатром, детским психиатром. И вопросы свои готовьте, ждём. 32-0066, 32-11-66. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вашему вниманию программа «Якутск» сегодня в нашей студии. Юлия Касьянова, по-прежнему врач и психиатр якутского республиканского психоневрологического диспансера. Мы говорим про зависимость от гаджетов, компьютеров, планшетов. И я за то, что без этого уже невозможно обойтись. А врач нам рассказывает о том, какие последствия могут быть, если слишком много будет у нас компьютера в нашей жизни, и это превратится в компьютерную зависимость. У нас есть вопрос. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Юлия. Добрый день. Светлана Валерий Иванович. Валерий Иванович, здрасте. Как давно вас не было. Рада вас слышать. Хангалатский улус. Я тоже по вам соскучился. Замечательно. И вот я хочу Юлию задать такой вопрос. Ну и Светлана тоже в этих делах очень-очень хорошо разбирается. Ну, говорят вот о вреде компьютеров, о вреде гаджетов и прочих. Чего-то я на это сомневаюсь. Мне кажется, чем больше человек проводит, тем вообще становится асом. Вот с простого двора, ребята, я читал такой, если у меня специально такой вот, я заметку оставил. Простые фанаты, ребята, замороченные. Взломали Соединенные Штаты Америки, военно-воздушные силы, сняли огромное количество денег. Их сейчас в Кулково забирают. Понимаете? Они там будут работать. И далеко ходить не надо. Мой внук тоже не расставался. Начал с Денди. И все время с компьютером, с компьютером, с компьютером, с гаджетом. Сейчас вот работает он в Глонасе, в Москве. Предлагает тоже на экскурсию в Кулково. Вот такие ребята есть. Они неплохо разбираются. И вообще асы. Как насчет этого, Юлия? Что скажете? Валерий Иванович, спасибо большое вам за вопрос. Я вот тоже больше на вашей стороне. Потому что я думаю, ну и что, что дети не читают, например, книги, вот эти печатные. Ну и не надо их читать. Сейчас есть электронная книга, где там, конечно, там, правда, тексты бывают, желают лучшего, оставляют желать лучшего. Но, тем не менее, они могут действительно информацию получить, очень много информации, быстро-быстро получить. Это экономия времени. И могут действительно развиться самостоятельно, прослушать какие-то курсы, выучить язык даже можно вот по интернету. И я за то, что уже признать это нормой, да, но, опять же, это мы люди, которые не понимаем, возможно, всей вот проблемы, всей глубины того, что страдает после того, как у нас... И мы же сами, когда были детьми, мы же столько времени не проводили в интернете, да, поэтому мы не можем тоже сказать, что это нормально. Вот, как вы считаете? Я хочу еще раз повторить о том, что я тоже не противник гаджетов. Мы можем изучать что-то новое, общаться с различными людьми, там, не знаю, совершать какие-то покупки, делать все, что угодно, но это все должно быть в меру. Конечно, если ребенок при помощи интернета изучает иностранный язык или какую-нибудь науку, то это очень и очень хорошо. Но сегодня речь идет о том, что дети проводят бесконтрольно, бессистемно время в интернете. Они погружены соцсетями, постоянно листают ленту, смотрят эти короткие видеоролики, которые особо никакой пользы-то и не несут. Или там просматривают какие-нибудь различные ролики, где блогеры совершают распаковки или показывают какую-то косметику. Ну, то есть в этом пользы особо никакой нет. Согласна здесь вот это, да. Да, и вот мы говорим как раз-таки сегодня про это. Но я опять же не говорю о том, что нужно это полностью исключить. И, наверное, каждый из нас листает в соцсети, но это должно быть все в миру. И на самом деле, почему мы сегодня говорим об этом, потому что тема компьютерной зависимости, она очень актуальна. Я работаю детским психиатром, и ко мне приходят дети на прием. Очень часто бывает такая ситуация, что ребенок трех-четырех лет, он заходит в кабинет с телефоном в руке, и когда я пытаюсь привлечь внимание, он на меня вообще как будто вот меня не существует. Мама пытается у него забрать телефон, он сразу проявляет агрессию, раздражительность, то есть отмечается такая эмоциональная лоббильность. Три-четыре года ребенку. У вас такие маленькие пациенты. Да, у меня такие маленькие дети. И уже зависимость. И уже приходят вот так с телефоном, сидят и не обращают на врача никакого внимания. Это очень серьезная проблема. У нас есть два вида внимания. И одно внимание — это непроизвольное, когда, допустим, где-то что-то упало, какой-то громкий звук, мы резко повернули голову. А есть внимание произвольное, когда мы садимся, пытаемся сосредоточиться, что-то изучаем, читаем. У детей внимание формируется с возрастом. И в случае возникновения компьютерной зависимости вот это произвольное внимание, оно практически атрофируется. Дети и так сами по себе очень активны и подвижны. Им сложно усидеть на месте. Если еще придут симптомы зависимости, то будут страдать познавательные навыки. Им будет сложно учиться познавать этот мир. Бывают еще такие родители, которые говорят о том, что я даю ребенку телефон, а он, допустим, 2-3 годика, а он в этом телефоне смотрит какую-то развивающую программу или играет в развивающую игру. Это неправильно. Детям до 3 лет это абсолютно не нужно. Они должны бегать, прыгать, карабкаться, залазить куда-то, познавать этот мир, трогать окружающие предметы, то есть наполнять свои сенсорные системы. Вот это требуется ребенку до 3 лет, а не то, когда он сидит в телефоне и нажимает на различные, ну так скажем, кнопочки. Еще вернемся обязательно к теме, что мамы приводят таких маленьких пациентов, потому что некоторые мамы боятся вести своих детей. У нас сейчас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте. Так, а мне говорить, что нужно? Здравствуйте. Вопрос задавать? Это будет в записи или что? Это прямой эфир. Вы позвонили на прямой эфир. Пожалуйста, представьтесь и ваш вопрос слушаем. Алло. Да, у меня просто с опозданием я слушала. В экране одно в телефоне другое. Ну вот вопрос вот какой. Я сама являюсь педагогом доп. образования и преподаю детям журналистику. И вот что я наблюдаю год от года. Дети, поколение за поколением, умненькие ребятишки, ко мне приходят умненькие ребятишки, но при этом каждое последующее поколение все хуже умеет работать с текстом. И не только писать текст, но даже читать более-менее какую-то небольшую даже страницу текста. Для них это кажется непосильной задачей. И вот это такой регресс, он вообще-то говоря, видел очень сильно. С каждым новым набором. Я думаю, что это напрямую зависит как раз от того, что дети привыкают воспринимать информацию картинками. Понимаете, да? То есть поэтому им и сложно, собственно говоря, учиться. Это, наверное, не секрет для педагогов, но родители вот этого как-то не понимают и не замечают. Поэтому я вот хочу не согласиться с предыдущим вашим оратором, который сказал, что, в принципе, это все хорошо, и дети асы в компьютерах. Они, да, может быть, асы в компьютерах, они могут пользоваться соцсетями и так далее, в совершенстве гораздо лучше нас, они владеют этим делом. Но этого мало для того, чтобы личность стала гармоничной, для того, чтобы она развивалась всеобъемлющая. Вот поэтому я тоже, в свою очередь, хочу предостеречь родителей. Не надо потакать детям. Все-таки старайтесь давать им альтернативу какую-то. Не надо их постоянно пичкать гаджетами, потому что я вижу, что даже малышам дают телефон, лишь бы он замолчал, там и что-то себе возился потихонечку, да? И он привыкает смотреть картинки и не может научиться обрабатывать текст. В будущем это повлияет на развитие личности. Спасибо вам большое за ваше мнение, за внимание. Конечно, нормально, что вы не согласны с предыдущим оратором. Кто-то согласен, кто-то нет. Это абсолютно нормально. Тем более у вас такой опыт уже с подростками, со студентами. Вы это видите воочию. Вот, Юля, у меня есть один фаворит, да? Есть вы у кого-то фаворит, да? То есть человек уже видит, что действительно есть проблема, да, какая-то, которую сложно решать. А насчёт, может быть, как-то вы хотите прокомментировать ещё? Я хочу подчеркнуть тот момент, что часто родители дают ребёнку телефон для того, чтобы его чем-то занять, отвлечь, лишь бы он не мешал. Это очень грубое нарушение со стороны родительского воспитания. Для того, чтобы заниматься профилактикой компьютерной зависимости у детей, мы должны начать прежде всего с себя, потому что дети, они полностью копируют, они зеркалят наше поведение. И если ребёнок видит, что мама или папа постоянно сидят в телефоне, то, конечно же, он будет заниматься тем же самым, потому что у него просто нет другой альтернативы. Всегда нужно предлагать какое-то другое занятие, которое будет не связано с виртуальным миром. Это может быть рисование, лепка, развитие моторики, может быть, чтение, если ребёнок уже постарше. Если это маленький ребёнок, нужно обязательно читать ему сказки, чтобы у него формировался свой словарный запас. И да, у таких детей с компьютерной зависимостью часто бывают ограничения лексикона, и отсюда уже идут проблемы в школе, проблемы с памятью, с вниманием. Ну и в последующем это всё вытекает в плохие оценки и в неуспеваемость. Ну и в целом такие проблемы с психическим здоровьем. Когда вот вы перечисляете, что нужно родителям сидеть с ними, играть в настольную игру, отвлечь на чтение книги, на прогулку, ещё на что-то. Мне кажется, что мы говорим о каких-то очень идеальных родителях, о родителях, которых вообще в природе не существует. Потому что в основном родители, это действительно как-то, ну, понятно, что ритм такой, да, ты работаешь, приходишь после работы, тебе нужно ещё там что-то сделать, приготовить. Да даже если ты не работаешь, сидишь с ребёнком, всё равно вот общение через интернет, через WhatsApp, ты сам не находишь это время, чтобы отвлечься от этого, да, то есть это может быть в параллель. И если ребёнок немножко там тебе как-то мешает, или ты устаёшь, то и слава богу, что есть этот телефон, в который он может отвлечься и там что-то поиграть, и ты в это время сделаешь что-то своё. То есть вот как будто бы жизнь, она немножко вот, ну, усложняет вот эту вот идеальность, когда ты сам показываешь другой пример своему ребёнку. И, конечно, потом вот приходят такие мамочки, да, которых я абсолютно понимаю, с ребёночком, которому три года, и он в этом телефоне, потому что он получил вообще, вот он весь мир на ладони, и мама счастлива, то что ребёнок, вот, в общем-то, это ещё не пошёл куда-то в розетку, да, там что-то там угрожающее жизни, а вот сидит и смотрит там какой-то мультфильм или какую-то игру. Вот. И некоторые мамы боятся своих детей вести, которые даже и постарше, да, потому что перед тем, как наш эфир уже был обозначен, я собрала информацию потенциальных ваших пациентов, и многие говорили о том, что да, мы видим, что дети у нас отвлекаются на телефон, но мы не знаем, что с этим делать, но к врачу мы идти боимся. Возможно, люди боятся, что как-то какое-то клеймо на ребёнке будет, что он не совсем нормальный, что его там поставят на учёт, может быть, ещё какие-то другие страхи. Может быть, ребёнок уже не хочет пойти, и он не считает, что это что-то не то, его сложно привести, когда, например, ему лет 7-8 или 10. Скажу, что я тоже не осуждаю родителей, но важно, когда мы даём ребёнку телефон, контролировать то время, которое он там проведёт. И важно проводить большую работу именно с родителями и говорить о том, что если это время будет каждый день превышать определённые нормы, которые нам даёт Всемирная организация здравоохранения, то в последующем это приведёт к формированию зависимости. И у меня есть такие пациенты, родители, которые говорят о том, что да, у меня ребёнок уже зависимый, но многие, как вы сказали, боятся обращаться, боятся психиатров. Вокруг психиатрии вообще очень много мифов, которые на самом деле являются стереотипом. И почему люди боятся обращаться? Потому что считают, что могут поставить на учёт. Здесь я хочу сказать, что понятие учёта упразднили ещё в 1993 году, сейчас такого нет. Нет, боятся того, что об этом узнают родственники, знакомые в целом окружения. Но это тоже всё строго защищено законом о врачебной тайне и о том, что вы обратились с ребёнком к психиатру, ну или даже не с ребёнком, если взрослый человек самостоятельно обращается к психиатру, об этом никто не знает. Мы не имеем права разглашать информацию, кто к нам обращается. Это всё достаточно серьёзно, это скрыто, и это касается только пациента и врача. Поэтому если имеются какие-то проблемы, не только с компьютерной зависимостью, сейчас очень много тревожных расстройств, много депрессивных расстройств и расстройств, связанных со стрессом, но люди могут годами терпеть это состояние. Не бойтесь обращаться за помощью к психиатру. Мы такие же врачи, как и врачи любого другого профиля. Вот когда уже точно нужно пойти и обратиться, какой симптом должен всё-таки и самого человека, взрослого, как-то заставить забеспокоиться о себе, о своём собственном здоровье, о том, что у него уже зависимость? И относительно ребёнка, вы сказали, что если он слишком долго проводит времени в интернете, если он нервничает, когда у него забираешь телефон, это уже прям такие хорошие сигналы, когда нужно его брать за руку и вести, да? Да, это очень важный критерий. Как раз-таки эмоциональные нарушения. Раздражительность, агрессия, тревожность, увеличение времени, о котором мы уже много говорили. Но плюс к этому присоединяются ещё и физические симптомы. Это может быть ухудшение зрения, головные боли, головокружение, проблемы с желудочно-кишечным трактом, снижение аппетита. Иногда возникают нарушения. А повышение может быть тоже? Ну, может быть повышение, но да, чаще всего снижение аппетита. И иногда бывают нарушения сна вплоть до бессонницы. Это все те критерии, которые нужно учитывать и обращаться уже за помощью. Компьютерная зависимость, так же, как и любая другая патология, чем мы раньше начнём лечение, тем быстрее мы избавимся от этого состояния, и тем благоприятнее будет прогноз. А бессонница — это почему? Потому что человек перед сном посмотрел что-то такое, какие-то эмоции, какой-то фильм или какую-нибудь передачу, или возбудимость какая-то у него выросла, поэтому он не может уснуть. Или почему? Тот свет, который излучают наши гаджеты, он действует на нервную систему возбуждающе. Есть такие люди, которые уже засыпают с телефоном в руке и говорят о том, что никакой свет меня не возбуждает. Но это неправильно. Нервная система всегда находится в процессе возбуждения. У нас в головном мозге есть возбуждение и торможение, должен быть баланс. Здесь этот баланс нарушается, у человека могут возникать тревожные мысли перед сном, различные какие-то, может быть, навязчивые мысли. Иногда бывают ночные кошмары. Ну и вот, как я уже сказала, вплоть до бессонницы. Это тоже очень такой важный критерий, для обращения за помощью. А как нужно себе взять, например, за правило, что сколько-то паузу делать, если это речь о взрослом человеке, ну или пусть это речь о подростке, когда родитель сможет проконтролировать? Потому что, в принципе, родители, ну как они будут, да, 4 часа эти? Родитель на работе, ребёнок в школе. Приходит ребёнок со школы, родителей нет ещё дома. А как можно проконтролировать? Ну скажет он, что нет, я не в интернете, а сам в интернете. Ну сейчас есть такие функции, как родительский контроль, и есть приложения, которые показывают нам количество времени, которое мы проводим как в каждом из приложений, так и в телефоне в целом. Это очень удобная функция, можно отслеживать, и если мы видим, что идёт превышение нормы, то я всегда рекомендую проделать такое упражнение, завести дневничок, где мы каждый день пишем, какое количество времени мы проводим в телефоне. Первая неделя — это всегда просто отслеживание, и затем постепенное уменьшение времени. Всю жизнь, мне кажется. Потому что, ну и как, либо звонишь, либо там переписываешься, либо что-то посмотрел. Юлия, спасибо вам огромное за сегодняшний разговор, за сегодняшний эфир. Я надеюсь, что кому-то из наших слушателей и зрителей мы помогли, кого-то, возможно, заставили задуматься. Всем спасибо за внимание, и всем хорошего вечера. Юлия, приходите к нам ещё. Рада вас видеть. Спасибо за приглашение. Спасибо. Вам спасибо.